Ну, говоря о диуанной терапии приорганно-сохраняющем лечении обухолей уротериального тракта, хочется сказать, что если посмотреть гайдлайн, то всего 6 строчек написано. Поэтому понять, что это, либо вопрос, проблема не решена, либо вообще она не имеет значения. И когда начинаешь немножко поглубже все это изучать, получается так, что проблема заключается в том, что, первое, нет большого количества рандомизированных исследований с большим количеством, большой когортой пациентов и длительным наблюдением, первое. Второе, мы до сих пор современными методами не можем поставить стадию. Но патоморфологические данные говорят, что только 40% новообразования уротериального тракта являются поверхностными, а 60% являются уже мышечно-инвазивными, на момент неогностики. То есть, вот что мы лечим. И это приводит к тому, что, к сожалению, те исследования, которые были проведены по применению аудиоатной химиотерапии или иммунотерапии после органосохраняющей терапии этого вида обухолей, они включают очень неоднородную когорту больных. Поэтому и результаты этого лечения, они тоже разнообразны. Но вот если первое эндоскопическое лечение образования мочиточника впервые выполнено в 1941 году, то терапевтическое лечение началось только с 1988 года, по большому счету. Кроме того, необходимо сказать, что вероятность рецидива после органосохраняющего лечения составляет от 30 до 70%. И средний срок безрецидивной выживаемости – это 10 месяцев. Это, как правило, из тех исследований, где аудиоатная терапия применялась. Кроме того, необходимо помнить, что любое хирургическое лечение органосохраняющего должно сочетаться с введением химиопрепарата в полость мочевого пузыря. Потому что вероятность отсевов после органосохраняющего вообще при наличии опухоли верхнего мочевых путей в мочевой пузырь калибрится от 30 до 75%. Поэтому этим же должна заканчиваться нефроортероктомия введением химиопрепарата в мочевой пузырь. Мы это, к сожалению, часто забываем, не делаем. А потом удивляемся, откуда у нас появляется опухоль мочевого пузыря, хотя мы почку мочеточника и устье мочеточника убрали. Об показаниях органосохраняющей тактики уже было сказано. Но мне хотелось бы сказать, что количество препаратов, которые мы используем, оно практически то же самое, что при мочевом пузыре. Хотя это абсолютно разные опухоли. Но, тем не менее, подход у нас остается один и тот же. Это метаминцин С, эпирубицин, ТИАТФ, ЭБЦЖ, которая была впервые на животных в 1985 году пробирована, в последующем уже и на людях, и в сочетании ЭБЦЖ с эндерфероном. Существует два метода введения препаратов. Это антеградная и ретроградная техника. Но вот антеградная инстилляция препарата. Необходимо помнить, что препарат должен попадать в полостную систему только под грандиентом давления, но не под каким. Поэтому флакон на 20 см выше уровня почки. Скоро введение 1 мл раствора в минуту. После перфузии нефростома перекрывается. И курс, если это БЦЖ, то 6 инстилляций раз в неделю. И необходима антибиотика профилактика. То есть все так, как мы делаем при практически лучевом пузыре. В ретроградной инстилляции здесь несколько методик. Первая установка WG стента и определение эффективного объема. Что такое определение эффективного объема? То есть как только мы установили двойной стент, мы начинаем делать 100 грамм под наполнением. И смотрим, при каком наполнении мочевого пузыря контраст идет по стенту в полостную систему, либо заполняет мочеточник. И вот это называется эффективным объемом. В среднем он по данным публикации составляет пределом 120 мл. После того, как мы определяем этот объем, уже непосредственно сам раствор вводится в мочевой пузырь. И экспозиция составляет от 15 до 30 минут. Пациент в этот момент находится в положении в позе Тернделенбурга. Опражнение мочевого пузыря производится через 30-120 минут. Но по данным, опять же, исследований, у 59% пальных, у которых установлен WG стент, рефлюкса при наполнении 100 грамм усиленного заполнения не достигается. Поэтому у этих пациентов устанавливается наружный стент. Причем это устанавливается так, что завиток устанавливается в верхнюю чашку. И проводится инстилляция под давлением, не приезжающим 20 см водного столба. Скорость введения такая же, 1 мл раствора в минуту. Если посмотреть на данные различных серий, которые применялись в качестве дюандной терапии после органо-сохраняющей тактики, то несколько исследований заслуживают. В первую очередь, это исследование Мартинеса, в котором он пробировал несколько препаратов. Исследования показали, что метамицин и БЦЖ дают минимальный процент рецидивов. В том, что театефа 40%. И последние два исследования, которые включали, по-первых, большие группы, и они показали, что частота рецидивов существенно разнится от 36% до 59%. И анализ вот этих вот многочисленных исследований действительно говорит о том, что очень разнородные группы, нет четкого определения стадии заболевания у каждого конкретного больного, поэтому говорить о каких-то стандартах и результатах дюандной терапии очень сложно. Такая же ситуация отмечается и у пациентов, у которых выявлен карцином ин-ситу. То же самое. Эффективность терапии колебалась от 0 до, вернее, процент рецидивов от 0 до 59%. То есть, очень противоречивые результаты. Кроме того, необходимо помнить, что оценка эффективности терапии проводится в основном по цитологии. Исследование, которое абсолютно далеко от совершенства, и нас, естественно, не устраивает. Тем не менее, оценка эффективности дюандной терапии именно на сегодняшний день, в подавляющем большинстве учреждений, проводится именно по цитологическому исследованию мочи. Говоря об осложнениях, но они характерны, да, если иммунотерапия, это иритативная диагностика, симптоматика, диссеминация, уросепсис, может быть, гипертермия, в том числе и при химиотерапии. И подводя итог, хочу сказать, что результаты дюандной терапии не подтверждены длительными исследованиями. Это первое. Второе. Терапевтическое воздействие БЦЖ и карцинома инсидов было продемонстрировано в ретроспективных исследованиях, но окончательная эффективность не была доказана. Тем не менее, результаты, которые получают наши коллеги, обнадеживающие, но это исследование показывает статистически значимое улучшение общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. В свете доказательной медицины дюандная терапия с использованием ПЦЖ может применяться как первая линия терапии у тщательно отобранных больных. И внедрение новых технологий визуализации в сочетании с дюандной терапией могут улучшить результаты лечения больных уртолиальным раком и карциномой инсито. Поэтому хочется пожелать, безусловно, в первую очередь успеха в плане диагностики и уже в следующем выборе о дюандной терапии. Спасибо. Продолжение следует...